я не знаю насколько многие из вас понимают о чем я сегодня буду говорить но сегодня мы поговорим о том как вообще выбирать инструменты которые пригодны для среднесрочной торговли для удержания позиций на ночь именно для таких среднесрочных позиций смотрите когда вы выбираете какой-то инструмент какие-нибудь хотя бы по минимуму фундаментальные понятия у вас должны быть объясню почему когда вы выбираете какой-то инструмент для того чтобы в нем сидеть например месяц два три первое что вы должны понимать как я уже сказал это чтобы не было плохого фундаментала что такое плохой фундаментал все что не имеет общего с обману с какими-то постановочными делами с проблемами с сессии проблемы с налоги это абсолютно адекват то есть то что компания выходит с какими-то плохими квартальными отчетами это нормально самое главное что ту бумагу которая вы выбираете самое главное чтобы у этой компании не было никаких проблем с органами с налоговыми с обманами тогда у этой акции есть абсолютно все шансы для того чтобы вырасти объясню почему а и банкротство если в какой-то момент в компании например все плохо что происходит каждый квартал выходят аналитики и делают даунгрейд на определенные компании естественно эти даунгрейды они очень сильно бьют по квартальным отчетам потому что давайте скажем так возьмем пример амазона возьмем пример теслы возьмем пример всех быстрорастущих компаний а spotify когда был пилотон в какой-то момент в какой-то момент во всех этих компаний однозначно будет замечаться спад по квартальным отчетам почему компания не может всегда расти может быть только если компания попадает в какой-то вот как с apple было да и по apple идет замедление роста компания не сможет расти например если и рост идет 15 процентов примерно там вот квартала кварталу от полугодия к полугодию от года в год компания не сможет одерживать это такие скоростные развития в какой-то момент естественно будут занижаться их квартальные отчеты они потихонечку будут преподать и в какой-то момент по сути дела все будут ожидать какого-то очень сильного квартала и И самое интересное, что он обязательно будет, это то, что ищу я. Я понимаю, что всегда хорошо. Давайте скажем так, если вы хотите научиться фундаментально долго сидеть в акциях, вы должны понимать, что все хорошее когда-нибудь заканчивается, и все плохое тоже когда-нибудь заканчивается. Что это значит? Это значит, что компания не может постоянно расти. В какой-то момент, когда в компании замедляется рост, она будет падать. И когда в компании замедляется падение, она в какой-то момент обязательно будет расти. И очень важно понимать эти все вопросы, и естественно, все равно к этому я применю график. Сейчас я вам покажу пример одной акции, и на ее примере, по сути дела, у меня нет этой бумаги. Сразу говорю, у меня нет этой бумаги, но я вам сейчас обязательно покажу, приведу пример очень хорошего инструмента. Это перед тем, как мы пошли. Сейчас я вам покажу, и покажу, что эту бумагу действительно можно было взять на лонговый лист. Это очень-очень важный фактор. Помимо того, что в компании складывается какой-то фундаментал, в компании, естественно, график сам по себе должен быть хорошим и красивым. Значит, смотри, компания называется Bad Bad Ambient. Чем занимается эта компания? Эта компания продает все для дома. То есть компания продает все для дома. Что для дома? Все, что связано там, постельное белье, полотенце, туалетные принадлежности. Это огромная сеть американских компаний. Давайте ради интереса просто посмотрим вот эту компанию. Сейчас мы ее на Финвизе вместе с вами разберем. Ради примера, ведь посмотрим, можно ли было. Сейчас. Можно ли было эту компанию? Би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би. Вот она, Bad Bad Ambient. Так, вот давайте посмотрим. Вот мы посмотрим ее... Квартальный отчет. Посмотрите, в квартальных отчетах не очень все хорошо. Почему? Смотри, 7,3 миллиарда долларов компания продала. Видите, очень низкая маржа. Посмотрите, что происходит. Минус миллиард долларов инком. Смотрите, что происходит. Огромное количество employees. Видите, очень сильно упали квартальные отчеты. Видно, компания заработала достаточно денег, когда был COVID. И, как вы видите, все цифры, по сути дела, то есть, квартальные отчеты падают, все падает. Видите, return on investment, видите, return on earnings, все падает. Видите? То есть, цифры везде отрицательные. То есть, ничего пока хорошего нет. Это просто, что мы посмотрели. Видите? Дальше. CEO уходит. Плохо. Видите? То есть, по сути дела, все одно за другим плохое. Естественно, такой компании пока никто не даст умереть. А теперь давайте посмотрим. А, в первую очередь, когда я выбираю компанию на лист для того, чтобы там зайти на несколько месяцев. Во-первых, давайте скажем так. Эта компания для торговли на несколько месяцев мне не подойдет. По одной простой причине. Волатильность будет очень высокая и любая новость, которая будет выходить, будет иметь очень высокую волатильность. Я не люблю, когда в инструментах появляется какая-то непонятная волатильность. Я должен посмотреть одну. Или в компании есть возможность, например, идти. Первое, что мы видим, видите, у компании, по сути дела, сильное падение. В январе прошлого года компания стоила 50 долларов. Видите? Мы очень сильно падаем. Смотрите, что происходит дальше. Видите, у компании перестает идти вниз. Первый и очень важный фактор, когда акция находится в локальных минимумах, это то, что акция перестает идти вниз. Это и есть очень важный фактор. Что это значит? Смотрите, давайте я вам объясню. Вот у нас есть какой-то уровень. Это уровень, это локальный минимум. ЛМ, давайте его назовем. Назовем его локальный минимум. Обычно, когда инструменты попадают в свои локальные минимумы, вот здесь очень многие, очень многие смотрят, как торговать ложные пробои. То есть, мы должны понимать, что инструмент пойдет вниз, потом пойдет инструмент разворачиваться. То есть, если вы видите, что инструмент зашел в зону продаж, то есть, мы зашли ниже локального минимума, но мы не продаемся. И то есть, мы очень сильно пытаемся отконсолидироваться ниже какого-то уровня, но не пробиваем локальные минимумы. То есть, можно просто вот так вот взять. Мы сейчас, сначала я вам в пейте расскажу. То есть, если мы пытаемся локальные минимумы отработать, но не идем ниже, то есть, нас не продают, это значит, что, скорее всего, на данный момент продавец вышел. Почему я говорю на данный момент, потому что вы понимаете, что, да, акция там 6 долларов стоит, в любой момент может прийти игрок и дальше продать. То есть, если после захода в локальные минимумы инструмент не идет вниз, это хороший кандидат на разворот. Итак, давайте просто элементарно, просто смотрите, что мы сделаем. Мы сейчас вместе с вами сделаем принтскрин, и мы сейчас разберем эту бумагу перед тем, как посмотреть, что там было. Все те, кто у меня учился, поставьте плюсики, кто у меня учился или читал книгу, поставьте плюсики, и я буду объяснять вам сейчас, что эту акцию даже без знания фундаментала можно было определить. Итак, смотрите внимательно, вот он, давайте посмотрим. Итак, что мы видим? Смотрите, сейчас мы все сделаем, секунду. Так, давайте мы сейчас сделаем потоньше и сделаем. Итак, раз и второе, два. Итак, смотрите, что мы видим на этом графике? Мы видим, что инструмент зажат в канал. То есть, что это значит? Это для нас значит, что в инструменте есть энергия для дальнейшего движения. То есть, запомните одну вещь. У нас движение берется либо накопление, либо так называемый контртренд. Здесь двойная энергия. Не забывайте один очень и очень важный фактор. Когда инструмент падает, в этом инструменте, особенно если были плохие новости, обычно в этом инструменте сидит огромное количество, огромное количество шортов. То есть, здесь сидит огромное количество шортистов и понятно, что когда инструмент будет разворачиваться, то вот это огромное количество шортистов, они, по сути дела, будут выходить. Кто такие шортисты? Это самые крутые лонгисты. То есть, когда крутого шортового игрока начинает выкидывать из шортов, он становится самым большим покупателем. То есть, когда инструмент, по сути дела, зажат в канале, и крупного шортового игрока, а здесь огромное количество шортов было, крупного шортового игрока начинает выкидывать, естественно, начинается вот это вот очень сильное движение. То есть, посмотрите, что у нас происходит. А теперь, сейчас я вам покажу. Сейчас я вам кое-что покажу. И вы начнете понимать. Итак, смотрите внимательно. Что делаю всегда я? Кто учился, тот знает, кто не учился, тот не знает и будет учиться. Да. Есть правильно сказали, Никита правильно сказал, есть засажены. А теперь давайте мы по этой бумаге сделаем так называемый сценарий. Посмотрим, смотрелось ли бы у нас эта бумага в лонг или нет. Итак, первое, что мы имеем. Первое большое. Сильное накопление. Смотрите. Сильное накопление. Что дает сильное накопление? Сильное накопление дает в инструменте так называемую энергию. Сейчас мы вместе с вами пытаемся написать сценарий. Есть ли это бумага или нет. Так? То есть, у нас есть сильное накопление. Второе. Четкие границы канала. Так, а теперь те, кто у меня учился, пускай напишут, что значит четкие границы канала. Кто у меня учился или кто читал книжку курс активного трейдера, те знают. А теперь давайте подождем, посмотрим, что они написали и увидим, насколько хорошо они учились. Когда инструмент возит от одной границы канала до другой, что это значит? Это есть в книжке, есть в обучении. Давайте сейчас подождем, что напишет народ. И Никита правильно написал, и Анастасия, и Никита Орел. Набор позиций. Абсолютно верно. Умнички. Это не лимитные игроки. Все те, кто учился, тот знает. Запомните одну очень важную вещь. Если инструмент ввозит четко от одной границы канала до другой, касаясь границ канала, это значит, что крупный игрок, правильно написали, КИ, набирает очень большую позу. Почему? Он дает мелочи вот здесь вот, заработать деньги, тем самым всегда вот здесь вот набирается очень большая позиция. И сейчас я вам это докажу. Смотрите внимательно. Итак, смотрите. Видите, сейчас, одну секунду, это нету графики, сейчас мы посмотрим. Итак, смотрите внимательно. Всегда внутри канала, видите, вот здесь вот, всегда идут самые большие наборы позиций. И когда инструмент, видите, вот всегда у границ канала объемы очень сильно падают. То есть, вот видите, самые большие наборы позиций всегда идут внутри канала. Когда инструмент начинает гонять, видите, вот как здесь четко от границ канала, значит идет очень сильный набор позиций, после этого инструмент выходит. Сейчас вы будете понимать, что если инструмент гоняет от одной границы канала до другой, значит в инструменте появился крупный игрок, который набирает позу. Ирина Бараникова неправильно сказала, это не лимитный игрок. Это не лимитный игрок. Это именно крупный игрок, который старается набрать позицию. Идем дальше. Видите, он очень четко начинает отрабатывать. Дальше. Четкие границы канала, набор позы. То есть, что мы видим? Мы видим оба сценария, где инструмент набирает большую позицию. Третье. Очень важный параметр. После ЛП нет отката. Смотрите внимательно. Те, кто у меня учатся, те знают. Смотрите внимательно. Вот у нас есть ложный пробой границы канала. Если после ложного пробоя... Это все есть в книжке. Не будьте ленивыми. Смотрите. Если очень сильное накопление. И произошел ложный пробой. И после ложного пробоя нас не утаскивают вниз. Значит мы будем идти вверх. Это есть в книжке. То есть, крупный игрок через ложный пробой. Что делает? Он выкидывает ненужных игроков, которые, по сути дела, пытались вот здесь вот закинуться. То есть, вот эта картиночка показывает то, что крупный игрок выкинул всех, кого не надо. А мы сейчас еще кое-какую вещь одну посмотрим. Сейчас, секундочку. Давайте глянем. Смотрите внимательно. На ложном пробое очень большие объемы. Смотрите внимательно. Очень высокие объемы на ложном пробое. Это значит, что крупный игрок просто элементарно выкинул всех, кто не нужен, кто ему мешает. Не всегда нужно торговать после ложного пробоя. Но реакция на ложный пробой, она очень сильно помогает. Итак, смотрите, что после ЛП нет отката. То есть, сильный сигнал дальше для роста. Дальше. Смотрите внимательно. Четвертое. Очень сильное закрытие дневки выше уровня. Так, кто у меня учился, пишет, что значит, когда мы закрываемся выше уровня, сразу выше уровня. Что это значит? Сейчас посмотрим, как хорошо вы учились. Поехали. Давайте, жду. Так. Сигнал на дальнейшее движение. Давайте я вам кое-что покажу сейчас. Одну секунду. И вы поймете. Значит, к сожалению, не просите. Дать не смогу. Сейчас кое-что покажу. Итак, смотрите внимательно. У моих студентов есть такой файл, который называется предпосылки. Видите? Вот несколько я вам покажу. Смотрите внимательно. Видите? После ложного пробоя инструмент не откатывается. Да. Это есть только у моих студентов. В интернете это нет. Смотрите внимательно. Закрытие дневки бар под хай лоу уровень. Очень важный факт. Смотрите. Дневка закрылась под хай уровень. Значит, инструмент дальше будет продолжать свое движение. Сейчас я вам покажу это. Видите? Это все вещи, они есть. Вот, пожалуйста. Закрытие дневного бара сразу после уровня. Видите? Ожидаем сильный импульс. Смотрите внимательно. Если инструмент закрывается практически под хай своего бара, значит инструмент дальше будет идти вверх. Значит крупный игрок не успел брать позу. Видите? То есть, что у нас есть? У нас есть то, что... Смотрите. Пятое. Закрытие под хай дневки. Видите? То есть, если мы закрываемся под хай дневки, скорее всего инструмент идет дальше. Итак, смотрите внимательно. Что вы получили? Первое. Сильное накопление. То есть, у нас есть энергия. Очень хорошо. Четкие границы канала. Набор позы. Энергия. Покупатель. То есть, у нас есть то, что не просто энергия есть. У нас есть большое количество игроков, которые пытаются покупать. Второе. После LP нет откатов. Это как называется? Направление. То есть, у нас есть направление инструмента. Очень сильное закрытие дневки выше уровня. Тоже направление. Закрытие под хай дневки. Направление. И шестое. Большое количество шортов. Большое количество шортов. Так, что у нас есть? Смотрите. Да, есть поджатие Виктория Плаза. Смотрите, что у нас есть. Смотрите. Для того, чтобы нам принимать решение, нужно 4 квита. Первая энергия. Вернее, первая это уровень. Уровень у нас есть. Уровень. Второе. Энергия. Тоже есть. Третье. Направление. Четвертое. ТВХ. То есть, что у нас есть? У нас есть все. Уровень есть. Энергия, вы видели, есть. Направление есть. ТВХ есть. То есть, эта картиночка подходит под нашу сделку. Сто процентов. Да, и Вика правильно сказала. У нас есть поджатие. А теперь смотрите, что сделала бумага. Она здесь, посмотрите внимательно. Очень важный фактор. Видите? Она закрылась выше уровня. То есть, да, это компания BadBetAndBeyond. Она закрылась выше уровня. То есть, уровень был 6 долларов. Да? И акция закрылась выше 6 долларов. Видите? Вот это. То есть, у нее был очень сильный лонговый сигнал. Смотрите даже дальше. Она закрылась на следующий день под хай своего уровня. Видите? Видите? Она закрылась выше своего уровня. Видите? На этот день. И на следующий день дала 30%. А потом за 2 дня дала еще 50%. То есть, акция дала 100%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова